Я просто восхищаюсь нашими зрителями вопросами, которые вы задаете. И вот вопрос. Максим, большое спасибо за ролики, очень по душе. Как вы относитесь к вечной жизни и буддийскому просветлению, так называемому? Какое у вас мнение о нирване этой и вне временном бытии в сейчас? Вот. Точно, точно. Значит, есть даже психотерапевтический метод, построенный на буддийском понимании нирваны и вот этого, точнее так, практики. Что я хочу сказать. Когда человек освобождается от всех мыслей. Вот тут вы шутите с иронией, да? Что это, что это, типа совету, это очень умным людям, похожим на вас, Макс, можно избавляться от мыслей. А если мы от остатков своих мыслей избавимся, то, боюсь, реально отупеем. Ничего подобного. Ничего подобного. Когда я говорю о том, что надо избавиться от мыслей, я говорю о мыслях, беспокоящих нас. О мыслях, которые, в принципе, о психосоматике, о том, что... Я сейчас вернусь к вечной жизни, к разговору об этом. Я избавиться от мыслей, значит, избавиться от мыслей тревожащих нас, да? Беспокоящих нас. А они ведь отовсюду. Посмотрите, ведь постоянно говорят про кризисы. Каких только кризисов не навыдумывали. И моральный, и экономический, и политический, и еще какой-то. И так далее, и так далее. Да, нас постоянно запугивают. Вообще, я считаю, что люди не делом занимаются. Вот счастливый человек занимается раскрытием своего безграничного творческого потенциала. Все остальные люди занимаются воровством. Воровством денег, воровством времени. В конце концов, они воруют жизни. Некоторые воруют жизни. Поэтому так важно быть счастливым. Мы не отупеем, если мы будем жить созерцательной жизнью, наблюдать. Наоборот, это свойство очень развитого интеллекта. Ведь дурак что? Дурак постоянно себя запугивает и других. Мы это видим постоянно. У власти кретины. Я об этом много раз говорил. Там нет гениальных людей, каких-то умов выдающихся. Потому что ум-то выдающийся чем занят? Он занят любимым делом, любимой работой. Каким-то тем, что он исследует что-то, да? Познает. Вот это пытливость ума обязательно. Это когнитивность. Когнитивные способности. Это на первом месте. А ведь у политиков этого нет. Да? Нет. Просто. Это же примитивы. Эти ребята очень примитивные, недалекие, ограниченные. Просто хотят. Ну хорошо. Давайте поговорим о вечном, вечном. О прекрасной вечной жизни. Мы живем вечной жизнью. Есть даже вот на уровне нашего жизни человека, бытия человека. Мы не знаем начало нашего. Мы не помним его. Наше сознание это не фиксирует. А где это начало? Где оно берет? Вот где наша жизнь берет свое начало? Мы уходим куда? Мы уходим в самое небытие. Размышляя над этим вопросом, да? И сталкиваемся с чем? С проблемой начала уже, как антологической проблемой. Проблемой начала мира, происхождения. Мы не знаем этого. И проблема конца нашей жизни тоже. Мы ничего не можем сказать о том, где эта жизнь заканчивается. Мы тоже не знаем этого. Да, мы уходим, но мы все. Допустим, нас нет физически. И так далее. Но мы ничего не можем сказать о смерти. Поэтому можно сказать, что мы живем вечной жизнью. Она уже вечная жизнь. Кроме того, посмотрите, как люди относятся к жизни. Они живут так, будто будут жить вечно. Вот это ощущение вечности. Мы же постоянно прокрастинируем. Мы тратим время на пустяки, на разные. Мы, по сути, что прожигаем жизнь. Я вижу, как люди прожигают жизнь. Как люди не ценят этот дар жизни. Пуская враспыл эту жизнь. Пуская ее на самотек. Отказываясь, по сути, от жизни своей. Очень много говорю на эту тему, что мы отказываемся от своей жизни. От раскрытия своего безграничного творческого потенциала. И так многие живут. Посмотрите, сколько свободных людей. Мало. Что такое свобода? Кто задумывается на эту тему? Я сегодня прочитал. Альбер Камю написал, что свобода – это свобода говорить правду. Не лгать. Пожалуйста. Мы лжем. Мы постоянно лжем себе, лжем другим, лжем. Нам лгут. Мы живем в мире обмана. Бесконечного обмана, иллюзий и так далее. Буддизм избавляет от этих иллюзий. Он говорит об иллюзорности мира. У меня есть замечательное видео, где я рассказываю про иллюзорность мира, в котором мы живем. Слова иллюзорны тоже. Речи иллюзорны. Но при этом мы за это все цепляемся. Мы придаем этому огромное значение. Иллюзорны. 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 То, что мы мучаемся, страдаем, мы добровольно себя обрекаем на этот ад. И вместе с тем можно жить в раю. Можно наслаждаться жизнью. Можно радоваться жизнью. Да, быть счастливым среди несчастных. Можно. Можно пребывать в состоянии умиротворенности. Покоя. Мудрость это покой. Это покой. Это созерцательность. Вито. Контемплятива. Вито актива. Конечно, надо занимать и активную жизненную позицию. Одновременно. Истина парадоксальна. Жизнь парадоксальна. Вот здесь и нужна мудрость, чтобы понять, где нужен покой и медитация. А где нужно проявлять активность. Понимаете, я, вот, конечно, это надо сочетать все. И в каких-то пропорциях, но индивидуальных все-таки. Мне, допустим, на медитацию надо много времени. Это несколько часов в день. Мне это время необходимо просто. Жизненно. Вот так вот день еще разбить, да, чтобы было для этого время. Но это необходимо для сохранения психического здоровья. Просто необходимо. Тот, кто ощущает свою ценность, самоценность, он этим всем будет заниматься. Или она там. Вот. Те, кто не ощущают свои ценности, ну, они будут себя... Себя истязать, выкачивать и истощать центры удовольствия, а не стимулировать их и так далее. Жить в аду. Жить в аду. Вот эти невротики, которые нас запугивают бесконечно, политиканы, да, вот они живут в аду. У них тоже это ад. Понимаете, это ад дураков. И рай мудрецов. Вот откройте для себя рай мудрецов. И живите там, и наслаждайте жизнь. А там очень много всего происходит чудесного. Чудесно, это свойство реальности, запомните. Если в вашей жизни не происходят чудеса, значит, вы не живете в реальности. Значит, вы живете в фантомном мире, в иллюзорном фантомном мире, да. Если же вы ощущаете жизнь как чудо, каждый день происходят чудеса. Сила мысли, которые вы творите силой мысли. Сила с помощью подсознания своего, да. Подсознание наше может все. Да чудо даже управления собой, своими мыслями. Я вынес это в заголовок предыдущего ролика. Управлять собой, своими мыслями и чувствами, это гораздо круче, чем управлять страной, государством, миром. Это круче. Вы и есть этот мир, вы и есть эта вселенная. Пока вы этого не осознаете, не поймете, к сожалению, вы будете песчинкой морской. И к вам так и будут относиться. Самое главное, это ваше отношение к себе. Другие не важны, поймите правильно. Научиться этому раю. Вот это и есть нирвана, это и есть состояние покоя, безмятежности. Да, избавиться от мыслей всех очень полезно. Я могу ни о чем не думать. Я это могу делать. Я очень быстро забываю что-то. Да все практически. Когда, может быть, какие-то мысли меня посещают, я умею их тут же убрать. Тут же управлять ими. Это есть. Поэтому вот это состояние нирваны, это состояние альфа-волн, тета-волн. Мозговых вибраций, состояние покоя. Когда вы созерцаете что? Вот это внутреннее, ну душу свою, да. Свой внутренний мир. Своё я. Это я, это не эгоистичное я такое, да, которое тоже нужно в этом мире, в социуме. А это я, это подлинное, да, основа основ вашего бытия. То, что мы замусориваем, игнорируем. Да. А поймите правильно, всё происходит по вашей воле. Если вы считаете, что вас игнорируют, то, скорее всего, вы игнорируете себя самих. Мир зеркален. Мир зеркален. И если у вас есть проблемы какие-то с этим миром, скорее всего, вы не решили внутренние проблемы. Как только вы решите свои внутренние проблемы, научитесь созерцать то, что трудно выразить словами, но вы это почувствуете, когда у вас будут яркие сны, чудеса в жизни, радость бытия, когда вы будете находиться постоянно в состоянии творческого полёта, когда у вас всё будет получаться. Ведь вот это и будет означать, что вы достигли просветления. И это управление собой. Я читаю сейчас книги по буддизму, по ломаизму, там разные... Вот это... Извод. Ломаизмский извод буддизма, да. Тибетский буддизм. Мне нравится, что там... Этика мне нравится, конечно, эстетика мне очень нравится. И практика. Но практика по книгам, конечно, невозможна. Для этого надо ехать, общаться. И общаться с людьми, с этими, встречаться с ними. Возможно, я предприму эту поездку в Тибет когда-нибудь. Я, по-моему, с 2008 года об этом так периодически думаю. Когда я побывал впервые на выставке, посвящённой Тибету, Финляндии. И финны молодцы, конечно. Там были артефакты тибетские из коллекции музеев финских. И вот из коллекции Маннергейма. Очень меня поразила эта выставка. Очень культурный народ финны. Я просто... Они понимают, что такое быть частью мировой культуры. Это значит освоить эту культуру мировую. Молодцы. Потрясает. Потрясает меня это всё. И отзываться, конечно. Сохранять. Интерпретировать и транслировать мировую культуру. Да не очень похоже на русских людей. Русские люди... Кто такой русский человек по-настоящему? Это человек, который принадлежит всем культурам. Это в идеале. То есть отзывается на все культуры. Отзывается. И интересуется всеми культурами мира. Вот это русский человек. Вот это всемирная отзывчивость русского человека. Это, конечно, и знание языков. И чтение. И путешествия. И много всего прочего. И вмещение. И всевмещение в себя. И так далее. Поэтому вы и есть это бытие. Вы его и творите. На самом деле. Что значит? Главное это слово. Какое? Бытийствовать. Надо бытийствовать. Бытийствовать. То есть быть в бытии. Укорениться в нем. Ощущать это в бытии. Его вечность. Да? Вечность нашего бытия. В силу нашего, да. Где-то может быть и незнания даже. Вот. Не откладывать жизнь на потом. Жить здесь и сейчас. Ну вот. Как бы я ответил на этот вопрос. И конечно. Практика. Ну вот. Мне. Мне интересны люди. Наверное. Очень редко встречаю людей. Особенных. Таких вот уникальных. Каких-то. Которыми можно восхищаться. Мало таких людей. Для этого надо опять. Мне начать ездить. Опять. Путешествовать. И я. Стараюсь предпринять. Я думаю, что. Все в свое время. Все будет. Я начну встречаться с людьми. Вот мне рассказывали. Один человек. Например. Мне. Рассказывал про свою встречу с. Вот. Агхори. Да. Это такая секта. Индийская. Они. Известно про них. Что они. Трупоеды. И ходят без одежды. Отшельники. Абсолютно. Игнорируют. Аскеты. Которые абсолютно. Игнорируют. Вот эти. Материальные блага. Мораль. Там. И так далее. Да. Вот он встречался с таким человеком. И мне рассказывал. И. Вот. Чувствовал. Эту. Эту энергетику. Мощнейшую. Вот. Очень интересно. Это все. Практика. Практика. Ну. То. Что я читал. Там. Про. Огромнейшую. Силу мысли. Слышал. От ученых. Которые. Об этом рассказывали. Об удивительных. Непонятных. Вещах. Которые. Случались. Когда. С помощью. Силы мысли. Просто. Устраняли. Человека. Который. Препятствовал. Осуществлению. Определенной. Миссии. О определенных добрых дел. Добрые люди использовали. Зло против зла. И. Устраняли человека. Он умирал. Это. Очень интересный разговор. Я. Сейчас. Пока. Не хочу. Об этом. Много. Говорить. Есть. Понимаете. Есть. Конечно. Вещи. Такие. Несказуемые. И. Где-то. Где-то надо. Останавливаться. И. Разговор. Должен. Прекращаться. Потому. Что. Это. Для посвященных. И не случайно умные люди молчат. Я просто обратил внимание на то, что умные люди молчат. Обычно говорят дураки. Очень много говорят. Конечно, они раздражают, понятное дело. Стоит там кого-то послушать, ты видишь дурака, кретина. И понятно, что сразу же формируется атмосфера тупоумия в обществе. Почему я говорю, что надо избавляться от мыслей? От этих мыслей, которые раздражают. И созерцать нечто значимое. Себя, свой внутренний мир. Обращаться к своей душе, к своему подсознанию. Иметь с ним дел больше. Тогда все, вот вы рай творите. Рай и от вас самих. Прекрасно, когда вам встречаются просветленные люди. Мне везет. Я встречаю таких людей. Ну, это поворотный пункт. Всегда в жизни. Всегда. Вот. Так что, в принципе, вот мы живем вечной жизнью. Мы так к ней и относимся. Как к вечной жизнью. Люди думают, что они будут жить вечно. Вот удивительно, есть эта иллюзия. Вот. Те, кто живет в реальности, Те просто действуют. Не думают, а действуют. Они понимают, что Жизнь необходимо наполнить содержанием, смыслом. Раскрыть свой творческий потенциал. Не гоняться за иллюзиями. Типа материальных благ бесконечных. Там эти машины покупать, квартиры. Бриллианты. Что там еще? Тряпки. Не бороться за власть. Это тоже иллюзия. Это величайшая иллюзия, Которые живут кретины. Это борьба за власть. На самом деле, власть одна есть только. Это власть над собой. Все. Когда вы... Когда вы живете в раю своем, Ментальном. Создали вот этот, можно сказать, ресурс внутренний. Или вот этот рай внутри себя. Куда вы всегда можете прийти. И где вы можете вообще бесконечно пребывать даже. И вы там можете находиться. И весь негатив мира будет проходить сквозь вас. Вы не будете его замечать. Потому что... Вы как бы смотреть будете сквозь розовые очки. Ну, сейчас это такая негативная коннотация. Да? Розовые очки. Но... Можно сказать, через особую призму. Которая... Лучше так сказать. Да. Особая призма. Особое восприятие мира. Которая... Уменьшает негатив. И увеличивает позитив. Вот. Вы так это сможете видеть. То есть, вы не будете преувеличивать ничего. Да. Вот. Не будете преувеличивать эти какие-то негативные стороны жизни. Наоборот даже. Вы сможете видеть за негативом позитив. И за позитивом негатив. Есть, кстати говоря, такой позитив. Вот этот вот. Такая патока. Да. Такой сахар. Мёд. От которого тошнит. От которого тошнит. Это... Тоже не... Это такое... Такая безоблачность. Да. Это тоже не мудрый взгляд на вещи. Вот. Это тоже может раздражать. Конечно, на первом месте будет ваше восприятие мира, ваши мысли. Вы будете осознавать себя высшими существами. Вот это очень интересно всё. Поэтому... И, конечно, просветлёнными. Для этого не надо быть буддистами. Для этого не нужно там какие-то обряды посвящения. Вы сами себя посвящаете в этого всё. Вы сами для себя становитесь гуру. Научившись чему? Осознанность. Аналитическому мышлению. Критическому мышлению. Если вы постоянно учитесь. Вот это очень важно. Постоянно учиться. Если вам не хватает мотивации. Пожалуйста. Гипноз. Сеанс гипноза на развитие когнитивных способностей. Пожалуйста. Вы тут же начнёте читать книги на разных языках. Допустим. Хотите выучить английский язык. Вы начнёте этим заниматься. Вот книжка лежит у вас. Учебник. Не можете приступить. Всё. Как-то откладываете. Всё. Сеанс гипноза. Вы настраиваетесь. Подсознание настраивается. Вы берёте книгу. Читаете. И так далее. Начинаете искать общение с иностранцами. Или с людьми, владеющими языком. И в конце концов идёте на курсы. Платите. И занимаетесь тем, чем вы хотите. И так далее. Очень же часто просто толчок нужен. Это внутренняя мотивация. Вот она. Внутренняя мотивация. Она с помощью обращения к подсознанию и формируется. Всё. Вы делаете то, что вы хотите. Так что это всё очень интересно. Очень интересно. И вы можете всего добиться. Вы можете стать богатыми, известными. Всё зависит от вашей цели. Всемирную славу можете получить. Это не так сложно на самом деле. Обратитесь к подсознанию. Людей что интересует? И всех. Практически всех. Индивидуальность. Будьте индивидуальностями. Будьте непохожими на других. Выражайте себя. Вот придите к себе. Это величайшее. Вот это и есть просветление. Когда вы стали собой. Когда вы вошли в контакт с самим собой. Со своей вот этой внутренней сущностью. Я. Вот. И вы избавляетесь от всех мыслей. Которые вас отвлекают от самих себя. Вносят аберрацию. Да. Вот это восприятие мира. Вы его видите как мир изобилия. Как мир возможностей. Как мир богатства. Как мир любви. Как мир покоя. Как мир счастья. Как мир чудес. Мир чудес. Вот если вы ощущаете эту чудесность. Если вы сами творите чудеса. Все. Вы просветленный человек. Творите чудеса. Помогайте людям. Обязательно помогайте другим людям. Это одно из условий нашего счастья. Быть помощниками. Поддерживающей средой. Без этого никак. Я поговорю о социофобии в следующем ролике. Так вот. Это все связано как раз с негативизмом. Это очень негативное явление. Это ад. Который мы тоже сами выбираем.